Жил некогда король, и росло в его королевстве высокое дерево, такое высокое, что вершины его не было видно. Очень хотелось королю узнать, сколь высоко то дерево и что на нём растёт. Послал он во все концы королевства гонцов, повелел оповестить всех, коли найдётся такой молодец, что взберётся на макушку дерева и сорвёт с него плоды, тому молодцу король отдаст свою дочь в жёны и завещает ему королевство. Много людей пришло попытать счастье, да никому не удалось достигнуть вершины, а иные сорвали с дерева и убились. Вздумал попытать счастье один удалец из дальних краёв. Пошёл через дремучий лес и повстречался ему пастух. Спросил его молодец, той ли дорогой он идёт, и видит на ногах у пастуха какие-то железные крючья, вроде звериных когтей. Молодец полюбопытствовал, что это такое. Пастух сказал, что с такими крючьями он быстро влезает на деревья, спасаясь от диких зверей. Молодец, хоть и одет был в богатый наряд, предложил пастуху поменяться с ним платьем, но в придачу попросил те железные когти. Пастух рассмеялся, подумал, что прохожий шутит. Экая блажь! Менять красивую одежду на лохмотье. Но увидев, что молодец и вправду хочет меняться, согласился. И кроме господской одежды, получил ещё вдобавок много денег. Вот пришёл молодец в королевский город. Переоделся, только железные крючья оставил при себе. Да примёхонько к королю. Низко ему поклонился и сказал, зачем пожаловал. Король дал ему дозволение. Тогда молодец захватил с собой железные когти, взял всякой снеди на семь дней и полез на дерево. Смотрят на него люди и дивятся, как ловко он карабкается. Но вот уже три дня и три ночи сбирается молодец на дерево. А на стволе всё нет ни единого сучка. Лишь на четвёртый день в вышине показались вроде как бы ветви. А на седьмой день увидел он, что не ветви-то, а дворец. Добрался он до дворца и постучался в железную дверь. Вскоре послышали шаги. Дверь отворилась, и он увидел красавицу-девушку. Она пригласила гостя войти, повела его в серебряный зал и путчевала всякими яствами и вином. В замке жили три заколдованные девицы. Молодец остался у них ночевать, ведь он не спал целую неделю. Утром разбудили его девицы. Накормили вкусными кушаньями, а потом самая красивая из них говорит. По пути к вершине встретятся тебе ещё два дворца. До первого будешь лезть четырнадцать дней. Живут в том дворце шесть девиц. Они тебе расскажут, как быть дальше. Вот тебе ломать хлеба, как проголодаешься, захочешь пить или устанешь. Лезни его, и тот час пройдут и голод, и жажда, и усталость. Минуло уже десять дней, а замка всё не видать. На одиннадцатый день что-то заблестело в вышине, А на четырнадцатый молодец постучался в дверь чудесного дворца из чистого золота. В золотом дворце девицы встретили его так же радушно, как и в серебряном. Накормили, напоили, спать уложили. А на утро сказали. Над нами есть ещё один дворец. Три недели будешь добираться до него. Живут там девять девушек. Они-то и расскажут тебе, как достигнуть вершины дерева. На прощание девицы дали ему ломать хлеба. Стоит, мол, его лизнуть, как пройдут и голод, и жажда, и усталость. В третьем дворце, построенном из драгоценных каменьев и прекрасных жемчужин, Встретили молодца так же приветливо. Накормили, напоили и оставили ночевать. Здесь жили девять девушек. У одной из них были золотые волосы. От неё молодец узнал, что до вершины придётся ему лезть целый месяц. Там найдёшь пять золотых плодов, сказала девушка. Три справа и два слева. Те, что справа, срежь вот этими ножницами. Но горе нам, если срежешь те, что слева. Дерево сильно закачается и повалится вместе с дворцами, и мы все погибнем. Как сделаешь своё дело, то час же спускайся на землю. Там собралось великое множество людей. Все ждут, не дождутся тебя. Хотят узнать, какие плоды ты принесёшь, и услышать, что было с тобой в пути. Но ни одной живой душе, даже королю, не сказывай про то, что ты видел и слышал. А наутро жди нас у большой дороги. Мы подъедем в алмазной карете, запряжённой золотыми конями. Мчатся те кони быстрее птицы. Успеешь до кареты дотронуться, чары разрушатся. Не успеешь... Дьявол увезёт нас в замок без окон и дверей. Спустился молодец на землю. Народу, видимо-невидимо. Все допытываются, что он видел и что так долго делал на дереве. А он, знай себе, помалкивает. Даже от короля свою добычу утаил. Наутро встал с позаранку и отправился в условленное место поджидать карету. С первыми лучами солнца заклубилось вдали небольшое облачко пыли. Всё ближе, ближе. Наконец, совсем близко. Вот уже и карета видна. Но она вихрем промчалась мимо. Молодец не успел до неё дотронуться. Совсем было голову, потерял он от горя. А когда немного успокоился, пошёл к королю. Поведал ему всё без утайки. Показал три золотых плода и сказал, что пойдёт искать по белу свету замок без окон и дверей. Вот уже два месяца блуждает молодец по белу свету. А про замок без окон и дверей и слыхом не слыхать. На исходе третьего месяца заплутался он в тёмном лесу. Под утро видит вдали на холмике, вроде как свет брежит. И молодец и свернул в ту сторону. Подходит к тому месту и видит. Стоит покосившаяся избушка. А жила в избушке луна. Смело постучался он в ветхую дверь. Загремел ржавый засов. Дверь отворилась и... О, ужас! Молодец даже отшатнулся. Перед ним страшенная старуха. А в руках у неё горящая лучина. Была-то старуха стара, как мир. Велика, как дуб. Черна, как головёшка. Глазище, что плошки. Волосы, как лошадиная грива. А уж худа, тоща. Ну, кожа до кости. Старуха была матерью луны. Поглядела она, сердит она гостя. Спрашивает, зачем пожаловал? Молодец ответил, что ищет замок без окон и дверей. Не укажет ли она к нему дорогу? А старуха отвечает. Уже много тысяч лет не отлучалась я из дому больше, чем на час. Откуда же мне знать про такой замок? Вот моя дочь Луна, наверное, знает про него. Ведь она каждую ночь обходит весь свет. А сейчас ступай прочь, как бы худо не было. Скоро Луна вернётся, и Коля застанет тебя здесь, берегись, разорвёт тебя в клочья. Стал бедняга молить бабку, чтоб не прогоняла его, а спрятала бы в каком-нибудь закутке и выведала у дочки про замок. А когда она уйдёт, всё и рассказала бы ему. Так слёзно он её упрашивал, что старуха сжалилась и спрятала его под лестницей. Вот пришла домой Луна и уже с порога почуяла человечьий дух. Спрашивает мать, не прячут ли та человека. Поначалу мать отнекивалась, но Луна так разбушевалась, что пришлось рассказать всё без утайки. Взмолилась старуха, просит смиловаться и помочь бедняге найти замок без окон и дверей. Если, конечно, Луна знает, где такой замок воздвигнут. Сжалилась Луна над молодцем, велела выползти из-под лестницы и говорит ему, «Рада б тебе помочь, да сама я про такой замок не знаю, не ведаю. Да будет тебе известно, что я ещё никогда не освещала всей земли. Верно, замок тот таится в какой-нибудь пустыне, куда я ещё не заглядывала. Иди-ка лучше к солнцу, оно видит больше, чем я. Может, солнце и укажет тебе дорогу к замку. Долго плутал молодец по лесу, но всё не находил замок солнца. Наконец, разыскал его и вошёл туда. Дома была только мать солнца. Она была ещё старее и страшнее матери Луны. Пожалела она гостя, спрятала его и обещала расспросить про замок. Вернулась вечером солнце домой, ну и бронить мать за то, что пустила в дом человека. Услышал про это несчастный. Вышел к солнцу и так горестно стал просить пособить ему в беде, что солнце жалилось над ним и говорит, «Может, и есть на земле такой замок, да я про него не знаю. Я тоже не во все уголки земли заглядываю. Вот ветер, тот продувает все дыры и должен знать про всё на свете. Ступай-ка к нему». Три дня искал молодец дом ветра. Наконец, нашёл. На счастье, в ту пору был дома главный ветер. Поведал молодец ему свою печаль и попросил пособить. Ветер слушал внимательно, а как молодец закончил, взял дудку и заиграл на ней да так громко, что его услышали все ветры на свете. В тот час примчались они, но о замке без окон и дверей никто и слыхом не слыхал. Один ветер припоздал, у него разболелась нога, и он отстал от других. Он прибежал через час и рассказал про замок без окон и дверей. А если главный ветер не верит, то пусть сам пойдёт и посмотрит. До того замка ветра не более четверти часа уходу, а для человека несколько лет. Жаль стала главному ветру бедняги, и он велел сплести большую корзину. В корзине нести человека будет сподручнее. Вот сплели корзину, молодец влез в неё, а главный ветер подхватил её и в мгновение ока доставил к самому замку. Встал ветер оглядывать замок. Нет ли какой щёлочки, чтобы забраться внутрь? На самой высокой башеньке заметил он маленькую дырочку. Пробрался через неё и с такой силой пронёсся по замку, что стены задрожали. В замке было восемнадцать девушек, да ещё дьявол со своей матерью. Все девушки, кроме золотоволосой, были мертвы. Золотоволосая считалась самой большой грешницей, а потому её дьявол обрёк на великие муки умереть последней, чтобы она перед смертью видела мучения своих подруг. Схватил ветер дьявола и, что было мочи, швырнул его через дыру наружу, а там его так измолол, что от дьявола остались только пыль и прах. Потом ухватил ветер мать дьявола, да так тряхнул, что у неё все косточки затрещали. Повелел он рассказать, как девушек извели. Юлит-старуха твердит, что Диана про то и знать ничего не знает, потому как это дело рук её сына. Пригрозил ветер и с ней разделаться, как с дьяволом, коли будет запираться. Испугалась старая дева лица и рассказала всё на чистоту. Пришлось ей открыть и то, как девушек можно оживить. В шкафу спрятана крапильница. Если обрызгать из неё девушек, они сразу оживут. Взял ветер крапильницу, окропил на пробу одну девицу, и та ожила. Тогда схватил он старуху, швырнул в дыру и измолол, как и дьявола. Потом оживил одну за другой всех девушек и вдохнул силы златоволосую. Она едва дышала. Перенёс потом всех по очереди в корзину, а замок разрушил. Спасённых девушек вместе с молодцем ветер благополучно доставил королевскому дворцу. Да только женился молодец не на королевне, а на золотоволосой. И жили они в любви и согласии долгие-долгие годы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...